Мир вам, братья и сестры! Мы опять сегодня в Доме Господнем, и сегодня у нас хлебопреломление. Я знаю, что человек, который боится Бога, он всегда подходит к этому дню, к этому событию с размышлением и со страхом Божиим. Прежде чем помолиться, я хочу прочитать местописание, послание филиппийцам, 2 глава, 6 стиха. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал, как человек. Смирил себя, был послушным, даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господец Иисус Христос в славу Бога Отца. И Слово Божие говорит, что у нас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. И мы сегодня будем размышлять о том, что сделал для нас Господь, какую цену Он заплатил ради нашего искупления. А также мы сегодня можем исповедовать, что мы получили от Господа, какую радость и счастье мы имеем сегодня в Господе, освобождение, жизнь вечную. Пусть Господь нас благословит. Давайте вместе помолимся. Господи Иисус, мы благодарим Тебя сегодня за тот подвиг Голговский, который совершил ради нашего искупления. Хвала Тебе и благодарность Господня с небесным, что Ты презрел на нас, Господи. Мы не достойны Твоих милостей, Господи. Мы не заслужили этого. Ты возлюбил нас, когда мы были еще грешники, когда мы противились Тебе, и когда грешили, Господи. А Ты спас нас, оправдал, сделал своими детьми. Слава Тебе, Господи. Мы сегодня благодарим Тебя, Господи, что принял нас в Свои вечные обители. Ты ведешь нас в жизни, Духом Святым, Господи. Ты растишь нас духовно. Ты взращиваешь в нас свой плод, Господи. Ты даешь нам радость и утешение. Ты, Духом Святым, подтверждаешь, что Ты в нас, Господи, и что мы дети Твои. Слава Тебе, Господи. Сегодня просим, Господи, позволь нам, Господи, в страхе Твоем и трепете, вместе с тем с радостью и благодарностью вспомнить Твои тяжкие голговские страдания, оценить ту цену, которую Ты заплатил за нас. А также, Господи, соединиться вот через эти видимые знаки, еще раз подтвердить наше единение, наше единство в Тебе. Ты создал тело Церкви, Господи. Мы члены этого тела. Просим, благослови нас. И мы просим сегодня, Господи, Ты знаешь, есть у нас нужда и нужды есть. Наши братья сегодня болеют и сестры, Господи. Это мы очень сильно сейчас ощущаем, Господи. Пастор нас заболел сильно. Другие наши братья-пресвитеры болеют и диаконы, и братья и сестры, Господи. Мы просто молим, как члены Твои, как дети Твои, Господи, презри на нас. Будь милостью к нам, исцели, Господи. Благослови нас, Господи. Мы знаем, что в немощи Ты являешь силу. Сегодня, Господи, молим Тебя, яви Твою силу и благодать. И да прославится Святое Твое имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эхом в небо подымались И три креста, и я стою И чувствую лишь пустоту Как я могла, о мой Иисус Прости меня, молюсь Пред величием твоим колени склоню И о милости твоей, Господь, я прошу Не прожите дня мне без тебя Мой Господь, ты жизнь моя Прошли столетия с тех пор Была там распята любовь И капли той святой крови Спасение в мир нам принесли Нам принесли Кто, кто поверит, слышал нам Бог, кто поверит, слышал нам Бог, кто поверит, слышал нам Бог, кто поверит, слышал нам Тем, кто, кто поздно Он зашел Ведми По костоке Суммой земли И Его Мира Величия Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот на это качество Божьей благодати и мира, которое мы приняли и приобрели, благодаря жертвенной крови Иисуса Христа, дьявол хочет обокрасть и лишить детей Божьих вот этих качеств. Он закручивает их вокруг любых ситуаций, лишь бы лишить их мира и Божьей благодати. Но слава Богу, что Господь учит нас бодрствовать и хранить сердце своё, учиться из Его Слова. Который дал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Избавление вывести, освободить, избавить. Вот от этого и настоящего сегодня. И мир не изменился. Поверьте, мир стал ещё лукавее, мне кажется, чем он был. От настоящего лукавого века, лукавого этого мира, в котором мы живём. Благодаря Христу, благодаря пролитой крови Иисуса Христа, мы избавлены от этого. Он говорит, чтобы избавить нас. Не просто, чтобы нас как-то вот, немного облегчить нас, чтобы не имел он мира на нас влияния, а абсолютно, полностью избавить от всего мира и всего, что в мире. И этого и есть воля Отца нашего Господа. Ещё апостол говорит такие слова, которые он писал Коринфянам. Я хочу прочитать, сегодня я хочу сосредоточиться вместе с вами именно на крови Иисуса Христа. Мы принадлежим Господу, и мы являемся Его детьми, благодаря жертве Иисуса Христа. И что мы уверовали в Иисуса Христа, как в своего Спасителя. Благодаря этому Он омыл нас кровью Господа, и приблизил нас, и сделал нас своими детьми. И по этой причине мы должны благодарить нашего Господа. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, вы не свои, вы куплены дорогой ценою, посему прославляете Бога в телах ваших и душах ваших, в которой суть Божья?» Дорогая цена, мы избавлены, братья и сёстры. Поэтому Он говорит, прославляйте Господа, прославляйте Его и в ваших телах, и в ваших душах. Мы не принадлежим этому миру, мы избавлены от этого мира, и привычки всего этого мира не должны над нами господствовать, не должны на нас влиять. И если мы чувствуем давление мира на нас, мы можем укрыться в Господе. Мы имеем это место укрытия. Я хочу об этом говорить сегодня. Здесь Он говорит такое слово, «Не знаете ли, что тела ваши суть храм?» Это говорится, что всё, если мы когда-то были причастны миру, и мир владел нами, сатаной вместе с дьяволом, потому что дьявол владеет миром, и владел, и водил, и мы не имели силы освободиться, Он говорит, чтобы мы теперь знали, что наше тело, наш дух и душа абсолютно принадлежат Господу, потому что мы, Он говорит, куплены. Что это произошло? Что за обмен произошло? Если говорится о покупке, то говорится о цене, о заплаченной цене. Здесь говорится, дорогой ценой. Поэтому прославляйте. Что за дорогая цена? Если бы мы сегодня понимали наше положение в Боге, кто мы являемся пред Ним, что Он с нами хочет сделать, и какую возможность Он дал вам всем, своим детям, то действительно на наших устах мы бы никогда не утомлялись этими мыслями, как Писание говорит. Ну вот, как можно всегда молиться, вот непрестанно молитесь, вроде бы как будто бы Бог возложил на нас такое бремя. Да нет! Это та часть соединительная, которую Бог дал возможность мне и вам. Абсолютно в любых ситуациях соединенным быть с Богом всегда в молитве. Не только на коленях перед сном, но всегда, где мы движемся, мы можем, соединившись с Господом, ходить, если мы не будем с Ним соединены, но есть, то есть, опасность. И Он говорит, у вас есть укрытие, это всегда пребывать в Нем в молитве, потому что вы искупленные от мира, за вас заплачена цена, и об этом мы должны знать. И Писание говорит, пусть эти слова для нас уже будут до боли знакомы, братья мои, дорогие сестры. Я хочу еще раз вместе с вами прикоснуться к этому, чтобы мы, выйдя из этого собрания, имели в сердце своем, знаете, определенное решение. Мы не должны быть слушателями, которые выслушали, оценили, разошлись, и опять то же самое, как и было. Нет! Писание нас подводит к самому Богу, меня и вас, чтобы мы, выходя из дома молитвы, делали решение и знали, как идти. Писание говорит, Пётр говорит, зная, что нетленным серебром или золотом искупленного от суетной жизни, он мягко назвал суетной жизнь, это та же мирская жизнь того же мира, лукавого мира, греховного мира, в котором мы также жили. И мы не могли выйти из этого мира, потому что мы унаследовали все эти качества мира, но только благодаря Иисусу Христу и пролитой его крови, и, как он говорит, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого анца. Кто может оценить эту цену крови Иисуса Христа? И когда мы берем сегодня, вот эту чашу возьмем через несколько минут, мы будем, знаете, вот с репетным сердцем пусть мы будем держать её в руках, потому что один Бог знает, с каким сердцем мы сегодня соприкасаемся с Ним. И ещё хочется сказать, что кровью Иисуса Христа Господь приблизил нас с собой, сблизил нас с собой. И об этом мы должны знать, и в этом мы должны пребывать, и об этом мы должны ревновать. Смотрите, как говорит Писание, 13 стих 2 главы к Ефесянам. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкие. Скажите, насколько близко Он приблизил вас и меня к себе? Мы понимаем эту близость и как мы пользуемся ей? Или где Он с нами приблизился? Только ли дома, на коленях, только ли, когда мы читаем Писание, или везде, во всех ситуациях жизни, Он близок с нами? Мы понимаем эту близость, которую Он сделал, и написано, благодаря крови Иисуса Христа. Вот эту близость, которую Он сделал с нами, знаете, невозможно ее приобрести вне крови Иисуса Христа. Когда человек принимает Иисуса Христа в сердце верою, он приобретает и близость с Богом, и водительство Духа Святого. И вот этим качеством мы должны дорожить, этим качеством. Это качество, оно невозможно его укрыть, его невозможно спрятать, оно будет распространяться, где бы вы ни появились. Я хочу вам сказать один маленький пример, который я услышал от одного брата свидетельства, который не в наше время. Было время, когда христиан изолировали от общества, как, знаете, изгоев, как развратителей общества, как сектантов. Их прятали подальше, чтобы они не распространили свое влияние. И вот этот брат был в заключении на 8 лет. И он томился, говорит, Господи, хотелось бы мне еще иметь поддержку. И Бог дал ему еще одного брата. Они двоем были, им легче было. И они вот как могли распространяли тот свет, где они находились в этой зоне, в этой казарме, где они были. И он говорит, мы пели этим людям, мы не могли им читать Евангелие, потому что отбиралось Священное Писание. То, что было в сердце, в разуме, мы говорили, мы много пели. Хорошо, что был тот брат со мной рядом, который поет. Но если он пел, то тогда и я, говорит, пел. Знаете, вот Бог так соединяет. И все окружали нас и слушали. После некоторого времени один молодой человек подошел и говорит, я хочу быть такими, как вы. Тогда я сказал ему, хорошо. И несколько времени я беседовал с ним о Иисусе Христе, о спасении, об обращении покаяния, о исповедании. Если ты согласен, о страдании, которое тебя будет постигать, и, может быть, нужно будет жизнь отдать, он говорит, я согласен. И когда он дал свое согласие, они молились вместе, вместе с ним, и он отдал свое сердце Господу. Но этим не закончилось. Сразу это стало известно там, вверху, у начальства. И так как они развратили, они сказали, они развратили человека, они его совратили в эту свою веру, то им наутро сказали, оставайтесь в зоне, а всех заключенных вывели на работу. Этого никогда не было. Они вдвоем не знали, почему их оставили. Но весь день в этот, поставив молодого человека, не работало ни в зону, поставили его посередине всех и обрабатывали его весь день, давили на него, угрожали ему, прельщали его, обрабатывали, чтобы он отрекся от Господа. Этого не совершилось. Братья этого не знали. Они говорят, мы узнали, когда всех привели вечером. И мы видим, подходит к нам наш молодой брат и радуется. Мы ничего не знаем. Другие подходят, заключенные, говорят, что вы с ним сделали? Такой за короткий срок вы его так обработали, что его никто не мог ничего с ним сделать. Знаете, мои дорогие, когда Господь поселяется в сердце, вот этот Дух Святой, движение, которое Бог, эту жизнь, никто ничего не сделает. Ни мир, ни дьявол, который прельщает сегодня народы, никто ничего не сделает. Сам Бог поселяется в сердце. И это важно, чтобы Господь вот эту близость, чтобы она была, и не потеряли мы ее, эту близость, но дорожили этой близостью и славили Бога, как апостол говорит, за эту часть, которую Бог нам дал. Что сделала кровь Христа еще? Кровь Христа, она сделала удивительной в нашей жизни. Смотрите, как говорит Писание. 14 стих, я прочитаю, 9 главы Евреям. «Токальмепачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Посмотрите, что сделала с нами кровь Иисуса Христа, которую Он пролил. «Токальмепачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». Вот этими мертвыми делами наша жизнь была преисполнена, когда мы жили вне спасения, вне Христа. Нужно ли об этом говорить? Какие эти были мертвые дела? Порой, Павел говорит, стыдно вспоминать и говорить о них. Нас, кровь Христа, освободила нашу совесть. Бывают люди, которые внешне вроде бы свободны, но внутренне в совести своей мучаются, потому что не свободны. Писание говорит, что кровь Христа освобождает совесть, освобождает внутри человека от этой зависимости и делает его свободным. Это есть распятие со Христом, это есть новая жизнь с Господом, и это сделала над нами кровь Христа. Вы представляете, какое положение мы сегодня имеем пред Богом? В какую свободу Он нас сегодня ввел? Мы должны за это благодарить Господа. Не просто, вот, давайте прославим Господа. Мы должны постоянно, апостол говорит, благодарить Господа. Мы постоянно являемся Его храмом и живущим в нас Святым Духом. Не правда ли? Он никогда нас не оставляет. Он никогда с нами не расстается. Мы всегда являемся ими. И слава Богу, когда человек очищен своей совести кровью Христа, внутри Он приобретает вот этот мир и благодать, и свободу. Можно ли этого человека втянуть в какую-то дрязгу, в какую-то... Да, бывает искушение, но Писание говорит, есть выход, если мы и попадаем в какую ситуацию, то кровь Христа очищает когда нас от этого? Как вы думаете? Когда мы исповедуем. Это удивительный выход. Когда мы попадаем в искушение и вдруг мы становимся в какой-то мере, где-то как бы мы запачкались, вот если образно сказать, в какой-то ситуации, то Дух Святой никогда не оставит нас без того, чтобы нас не послать в наше сердце вот этот сигнал. Ты сделал грех, ты сделал неправильно, тебе надо освободиться. Мы не успокоимся, пока не освободимся. И мы не прячемся, а мы освобождаемся. И этот выход есть. В первом послании Иоанна, в первой главе он говорит, когда мы исповедуем, перед Богом склоняясь, говорим им. Итак, мы благодаря крови Иисуса Христа имеем внутреннюю свободу, свободу в нашей совести, который освободил нас от этих мёртвых дел, освободил нас для служения Богу. Он нас не только освободил, а сразу определил нас на служение Богу. На служение Богу. Знаете, вот когда Иисус учил народ, то один из примеров, Он говорил, помните, притчу Он говорил, а потом говорит, послал звать на пир званных. Помните, да, такое? И они отказывались. Вот казалось бы, какое-то, получается, несовпадение. Вот когда зовут на работу, то бывает отказываются. Но не на работу звал. Звал уже на праздник, уже на пир звал. И появились причины отказаться. Скажите, есть ли сегодня в нашем сердце причины, которые мешают нам жизни, соединившись с Господом для Его служения, служить Богу? Или нету этих причин? Или они есть? Вообще мы понимаем или знаем мы свое место, свое служение пред Богом? Потому что Он нас освободил, очистил от мертвых дел, абсолютно очистил для служения Богу, живому и истинному. Где мы можем решать этот свой важный вопрос? Мы должны решить его, пока на земле, иначе мы можем отказаться в ситуации тех же людей, когда Он позовет нас, а мы откажемся. Может такое произойти? Или как Он назвал? Бог нам дал возможность очень удивительную. Он нас не только кровью Христа освободил, очистил, приблизил, примирил, вошел в наше сердце, но Он еще дал нам возможность приходить к Нему и говорить с Ним. 19 стих, 10 главе Евреем написано так. Итак, братья мои, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, мои дорогие, мы можем в присутствии Господа входить в освятилище благодаря крови Иисуса Христа с любыми нашими вопросами. И порой мы боимся рассказать о внутреннем переживании даже самому близкому. Бывает такое? Бывает. Но мы можем рассказать нашему Господу, сказать, Господи, благодаря Твоей крови, пролитой за меня, я сегодня чувствую обременение в сердце, я приближаюсь к Тебе, вхожу в предлицо Твое, чтобы рассказать Тебе, что происходит в сердце моем. И приобрести тот мир, возможно, который нарушен там. Есть этот путь. Для нас сегодня, благодаря крови Христа, есть путь приближаться к Богу с любым вопросом. Я в пятницу с моей женой были на похоронах. Хоронили брата, с которым я давно знаком, дожив до восемьдесят девяти лет, отошел к Господу. До его похороны я был несколько раз у него дома, мы с ним общались. Он плохо понимал, плохо видел, плохо узнавал, но узнавал. но свидетельство, но свидетельство, интересно, такое. Никогда не переставал молиться. Никогда. До последней минуты в его устах была молитва. И когда дети, слушая это, являясь свидетелями его перехода, они говорили нам, мы не понимали, или нам радоваться, или нам плакать. потому что они стали очевидцами прямого его перехода, когда он на их глазах, когда они склонились вокруг его кровати. Внуки и дети, говорит, мы пришли. Мы стали на колени, молились. И в этот момент молитвы, он с молитвой на устах так легко отошел. Но я не буду говорить о всех ситуациях, которые были в его жизни. У него было три сына, которые были по некоторым причинам потеряны в его жизни. Он постоянно о них молился. И последний год перед его смертью они все нашлись. Все трое. Были безбожники. Но один за одним они стали приближаться к Богу. Вот это сила молитвы, сила жизни в Боге. И нам дал Бог вот эту силу, вот эту близость с Ним. Нам Бог не религию дал, не та, которая обременяет нас и утомляет нас. Опять молиться. Знаете, вот опять на коленях. да не к этому нас Бог призвал. Вот эта жажда внутри, вы когда-нибудь испытывали ее? Жажда внутри, где найти место? Я хочу общаться с Господом. Поверьте, никто вам не поможет. Вас никто не освободит никогда, если вы имеете какое-то бремя. Чем больше рассказываете, тем хуже будет. Расскажите Господу с верой только. Подойдите к Нему с верой, не бойтесь открыть Ему свое сердце, не бойтесь расплакаться пред Ним. Не бойтесь, не оговорите, что я такой грешник, никогда Бог не услышит. Он знает, что мы все грешники. И всем Он дал эту близость благодаря крови. Он нас освобождает. Братья мои, дорогие сестры, я не буду больше говорить дальше. Есть много опасностей, но пусть у нас сердце останется. Вот это вот слово. Мы, чтобы мы знали, что мы искуплены не просто вот так взмахом руки, мы искуплены страданиями Господа. И мы подтверждаем, когда берем хлеб и чашу, что мы искуплены страданиями Христа, тяжелыми страданиями. Я иногда смотрю всякие сюжеты, думаю, Господи, да сколько можно уже бить? Знаете, вот, казалось, все человеческие уже силы заканчиваются. А жестокости никогда не было предела. Никогда. Я удивляюсь, сколько жестокости у людей бывает. И они всю ее залили на Христа. И он не отвернулся. И он их никогда не ругал, а говорил им, прости, Господь, Отец мой, прости. Знаете, вот эту силу простить и силу жить Бог дает. знать цену цену искупления, знать, кем мы являемся, знать, какое служение дал нам Бог и знать путь к Нему. мы можем использовать этот путь постоянно, всегда. И нас не надо туда тянуть. Наша душа туда рвется в общение. И мы там можем решить любую проблему нашей жизни. Аминь. Помолимся Богу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что сегодня мы можем иметь это общение вокруг Слова Твоего, воспоминая Твои страдания, цену нашего искупления. Благослови нас, Господи, чтобы наша жизнь, она отображала Твой образ, чтобы наши сердца были действительно Твоим храмом, живущим у нас Святого Духа. Мы благодарим Тебя за те возможности, которые Ты дал детям своим, общение с Тобой и друг с другом. Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.